Здравствуйте! Сегодня у нас разговор по существу с исполняющим обязанности директора филиала ОАО Ростелеком в Чувашской Республике Сергеем Ивановым. Сергей Георгиевич, в начале наступившего года всегда подводят итоги года ушедшего. Расскажите, с вашей точки зрения, какие основные достижения Ростелекома в Чувашской Республике были в 2012 году? Ростелеком, если вы знаете, объединение произошло у нас с апреля 2011 года, то есть мы в компании проработали полтора года. За это время, но самые достижимые такие успехи наши, это в марте месяце выборы, и мы обеспечили беспрерывную связь и обеспечили видеотрансляцию более 1170 участков. Это был самый грандиозный проект прошлого года, он имел действительно огромные масштабы. Второе, что мы выпустили, мы выпустили новый продукт в нашу сеть, это IP-телевидение, это выпустили на всю Россию, то есть он единый продукт, можно во всех городах России посмотреть его, то есть в том числе у нас есть у нас в Чувашии. У нас в Чувашии на сегодняшний день, на конец года около 8 тысяч абонентов уже смотрят данный продукт, и он идет в дальнейшее развитие его, поэтому в данном продукте более около 200 каналов, которые можно посмотреть в цифровом уже качестве, это совсем другое телевидение, это не к которому привыкли мы к кабельным телевидениям. Более того, мы прошлый год построили огромную сеть в TTB, у нас на сегодняшний конец года около 71 тысяч портов во всей Чувашии, это очень существенная емкость. Что мы еще такого существенно сделали? Мы запустили более 100 населенных пунктов села, которые имеют в сегодняшний день оптику, это новые технологии, новые скорости именно в селе, то есть более 100 сел и деревень подключены по оптическому кабелю связи у нас. И самое такое под конец года мы запустили, это запустили новую технологию, это джипон, это единственная технология есть в Чувашии только у компании Ростелеком, это поселок Вознесенской, в котором на сегодняшний день уже имеется коммерческая эксплуатация, есть коммерческие абоненты, которые по этой технологии подключены. Сергей Георгиевич, раньше Ростелеком предоставлял услуги телефона и телеграфа, что на сегодня из себя представляет Ростелеком? Ну, наш телефон, телеграф на сегодняшний день никуда не делся, он также с нами, да, мы также оказываем эти услуги, но Ростелеком ведь универсальный оператор, он оказывает не только эти услуги, тоже кабельное телевидение наше, да, тоже интерактивное телевидение, тот же интернет скоростной, и интернет по разным технологиям, мы оказываем междугородние каналы, мы можем, тем более Ростелеком, когда объединился, это, понимаете, инфраструктура всей России, где мы можем оказать канал в любой город, в точку России, но если при вашем желании, да, ну давайте в Японию, там и в Лондон отправим ваши каналы, то есть здесь масса возможностей у нас таких, мы оказываем практически все услуги связи, то есть если есть потребность абонента, мы рассматриваем уже по потребности абонента, уже сказать просто универсальный оператор, и СИП-телефонии, и обычной традиционной телефонии, то есть и междугородние каналы, и международние каналы, Телеграф тот же, вот, ну, все в огромном количестве, там, перечень услуг огромный, действительно. Вы говорили о расширении своей сети, расскажите, в каких городах и райцентрах Чуваши присутствует Ростелеком, и в каких городах, в частности, могут смотреть программы нашей телерадиокомпании? Чуваши универсальны еще чем, что у нас все республиканские города, все 21 район, у нас соединены по оптике, более того, кроме того, что они соединены, и имеют еще 100% резервирование. В случае каких-то повреждений наших линий, которые, оказывается, бывают, у нас есть резервный канал, который, то есть даже обычных разговоров телефонный абонент не заметит пропадание этой связи. Поэтому здесь мы имеем оптику в каждый населенный пункт. Сегодня, допустим, ваше национальное телевидение, если взять это Чебоксары, наша обычная аналоговая сеть кабельного телевидения, вы, это более 100 тысяч абонентов, смотрят в обычном аналоге, это Кугеси, наш поселок, и Чебоксары, смотрят это в аналоговом телевидении, ваш канал присутствует. А если смотреть интерактивное телевидение, то интерактивное телевидение смотрит вся республика, которая говорит, и те 100 сел, которые имеют оптический сегодня канал, линии связи к себе. Мы на этом не останавливаемся в этом году, мы продолжим этот путь, я думаю, еще определенное количество населенных пунктов будет подключено к поводу. И то есть у них появится возможность такая смотреть это телевидение. Сергей Георгиевич, но конкурентов на рынке сейчас у вас много. А как вы боретесь за качество своего сигнала? Ведь мало купить хороший телевизор, главное, чтобы еще и связь была хорошая. Понятно, да, соглашусь с этим, парк телевизоров меняется, у них и требования растут. Сегодня каким образом это делается? Я, как и говорил, до этого более 70 тысяч портов FTTB мы построили, это новая технология, которая позволяет нам оптикой приходить в дом. Естественно, в доме это расшивается уже по меди, тем самым проблема качества снимается. То есть здесь мы имеем скоростной доступ, там до 100 мегабит подключения. К каждому абоненту этого достаточно. Для того, чтобы смотреть в хорошем качестве телевидение, нужно иметь как минимум доступ в интернет, сеть доступ в интернет. Это 3,5 мегабита скорость. Если это условие есть, то вы интерактивное телевидение будете видеть, и будете хорошую картинку видеть, естественно. Сегодня мы каким образом боремся? Во-первых, мы приходим в село, населенные пункты, тем самым сокращая медную инфраструктуру, мы приходим в оптическое. Это как раз позволит именно в селах, в самих селах непосредственно, смотреть это телевидение по АДС или уже. Сегодня это возможно. И есть такие абоненты у нас, которые действительно они и смотрят эти ваши телевидения, ну и в том числе наш полный пакет интерактивного телевидения. В Шумерле мы поступили, вот заменили, тоже, кстати, очень грандиозный проект, более 8 тысяч абонентских линий в телефонии. Мы в Шумерле переключили на цифровую. Это было в прошлом году сделано. Тем самым мы сделали выноса каждой точки, то есть мы станцию как бы разбросали по территории города, тем самым сократив медную инфраструктуру, а уже оптическим линиям пришли туда. Сократив медную инфраструктуру, мы добились повышения тех скоростей, которые необходимы для получения интерактивного телевидения этого. Для абонентов это вообще мы делаем просто бесплатно, то есть мы, как говорится, усовершенствуем свои технологии, поэтому абонент здесь не страдает, ни в финансовом плане, ни в прочем. Более того, мы сохранили номер в номер абоненту в телефонии, то есть у него ничего не изменилось, он даже момент переключения заметил, наверное, только. То есть у него номер остался тот же, все осталось тот же. Для него просто масса удобств, то есть меньше причиняем там неудобств, скажем так. Сергей Георгиевич, за счет чего вам удается оставаться лидерами на рынке в Чувашии? У нас интерактивное телевидение делается. Дело в том, что интерактивное телевидение позволяет вам записать отложенный просмотр, так мы называем, да, допустим, вам ночью там неохота вставать, тот же там футбол посмотреть или кино, да, то можно определенными комбинациями, он запишет вам именно нужную программу, когда вы упроцнетесь утром, вы можете просмотреть это, да, там, более того, вы можете заказать любой фильм, который у нас там есть в перечне фильмов, то есть за определенную плату вы просмотреть фильм сможете, а более того, вы можете управлять вам пакетами, понимаете, у нас 200 каналов, это собраны определенные пакеты, спорт там, детский там, развлекательные, фильмы там, и тем самым вы можете одну услугу отключить, другую подключить, то есть сделано удобно клиенту, то есть он клиент может управлять ими сам, то есть не просто там, не надо куда-то бегать, там, в офис продаж, просто из дома быть манипуляциями с пульта. Смотришь федеральные каналы, какие-то программы, обычно говорят, если вам понравилась программа, спросите, как можно подключиться у своего кабельного оператора, как это можно сделать, как я могу подключиться к той или иной программе у своего оператора? Ну, во-первых, нужно, наверное, подключиться к сети Ростелеком вначале, для того, чтобы хотя бы видеть какие каналы. Федеральный перечень каналов, это, по-моему, около 16 каналов, вы можете видеть на всех пакетах. То есть тот пакет, даже если у вас, допустим, услуги связи кончились, то вы этот 16 пакет, 16 каналов будете видеть всегда. Дальше уже идет набор именно, то есть по желанию абонента. То есть абонент может выбирать тот либо иной канал, то есть записывать его в любимые и потом просматривать. То есть абонент может управлять, зависимо, какие каналы ему нужны, детские, взрослые, спорт, фильмы. То есть это, я о чем говорю, что универсальность управления. Приходите к нам, подключиться. Мы можем вам предложить и аналоговый телевидение наш, который, если вы житель Чебоксара или Кугесь, а если вы житель, ну в том числе и в Чебоксарах можно интерактивное подключить, а если житель Республики, то у нас подключение идет интерактивное телевидение. Сергей Георгиевич, вы употребили термин «джипон». Что это такое? В дом заходит оптическое волокно, ставится универсальное устройство, которое подключается сразу к волокну, и оно вам дает возможность передачи сразу и интернет, и телевидение, и телефония. То есть также оно предусмотрено, имеет устройство Wi-Fi. То есть вы одним устройством подключаете все услуги. То есть по желанию абонента подключить можно даже простой телефон, аппарат. То есть можно радиотелефон подключить. То есть эти универсальные устройства, как бы, позволят вам все услуги потреблять. На сегодняшний день это есть поселок Вознесинска. Поэтому таким технологиям приходим мы просто одним кабелем оптическим. А более того, сам застройщик Вознесинского планирует также запустить умный дом. То есть это то же самое. Можно к этому же устройству подключить, я не знаю, там, счетчики тепла, газа, электричество. Вот-то, я не знаю, там, открывание гаражей, там, включение котельных. То есть это дает очень массу возможностей. Более того, в виде наблюдения, когда вы сможете, там, допустим, рабочее место просматривать, что происходит у вас дома, там, последить за детьми, там. И, то есть, это технологии, ну, наверное, будущее, я скажу. Спасибо большое за интервью. Желаем вам и дальше развивать свои услуги, оставаться лидером на рынке и в 2013 году. А я напомню, что у нас сегодня разговор по существу был с исполняющим обязанности директором филиала ОАО «Ростелеком» в Чувашской республике Сергеем Ивановым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова